Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Путеводитель ко спасению. После праздника Сошествия Святого Духа, Святая Церковь установила празднование в честь всех святых. Сколько здесь, в этом великом соборе угодников Божьих, примеров самой возвышенной любви, полного самопожертвования. Сколько опытов духовной мудрости, сколько умения противостоять козням дьявольским, сколько мужества, сколько терпения. Кто бы ты ни был христианин, в каком бы состоянии ни находился, здесь ты найдешь примеры для подражания. Нет состояния, нет обстоятельств жизни, при которых бы ты мог сказать, нельзя спастись, удручать тебя лютые болезни. В Ветхом Завете Иов, в Новом Иоанн Многострадальный, Пимен Многоболезненный, тебе примеры. Гнетет тебя бедность, спаситель говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Тьмы бедных наследовали Царство Небесное прежде тебя, но ты не имеешь, где и главу подклонить. Этого не имел и Спаситель. Куска хлеба не имеешь. Лазарь желал насытиться от крупиц, падающих от трапезы богатого. Он теперь на лоне Авраама. Богатые, примеры богатых, начиная с Авраама, покажут тебе, как и при богатстве тленном можно приобрести богатство неоскудивающее на небесах. «Обременен ты общественными делами, сколько вельмож, царей благочестивых, начиная с Давида, вошли в Царство Небесное. Ты пал глубоко, но не глубже разбойника, блудницы, мытаря, подражая разбойнику на кресте, Моисею Мурину, Марии Египетской, мытарю, и ты спасешься». Все святые Божии говорят всем нам, мы были такие же люди, как и вы, имели те же немощи души и тела, нас окружали те же соблазны, иногда большие, некоторые из нас имели даже и пороки, и большие, но, осознав себя в таком опасном положении, мы решились исправить свою жизнь, не делать того, что делали прежде, возненавидеть то, что прежде любили. Прежде любили грех, теперь стали стараться любить добро, прежде служили дьяволу, теперь стали служить Богу, исполнять Его волю, ясно выраженную в заповеди, и ни за что не изменять ей, ни ради дружбы, родства, ни ради богатства, ни ради чести. Мы старались, а Бог помогал, и Его благодатью мы понемногу, но все более и более успевали, более и более укреплялись на истинном пути. Мы всегда понимали, что Бог вездесущ и всеведущ, и потому всегда имели Его пред Своими очами. Начинали ли делать дело? Мы начинали его молитвою, Господи, благослови! Дело самое делали, помышляя, что нас видит Бог, как мы делаем, и потому старались делать как можно лучше. Кончали дело, мы благодарили Бога. Случалось с нами несчастье, мы к Богу прибегали с просьбой о помощи. Господи, избави нас от беды! Господи, помоги! Нападало ли на нас искушение, мы молились. Господи, не веди нас в искушение! И Господь милосердный подавал нам силы победить искушение. Таким образом, мало-помалу при помощи Божией мы утверждались в нравственной жизни. Случалось, мы по немощи плоти падали, но тотчас каялись, тотчас звали к Богу, Боже, милостив будем не грешному, Боже, очисти меня грешному. И Господь, пришедший не праведников, а грешников спасти, взыскать и спасти погибшие, восставлял нас, прощал нам грехи наши, и мы с большей против прежнего ревностью старались исполнять заповеди Божии. Вот, братья, путь, которым шли и пришли в Царство Небесное все святые. Это путь исполнения заповеди Божии, отречения собственной воли и подчинения ее воле Божией, путь, затем покаяние и молитвы. Исполняйте волю Божию, говорят нам святые Божии человеки, и вы будете в Царстве Божием. Все в жизни, богатство, честь, слава, все кроме Бога и добродетели, прах и суета. Аминь. Из поучения священника Андрея Смирнова. Спасибо. Спасибо. Спасибо.